Попробуем пройти полный цикл создания проекта, его публикаций и начнем с того, что зайдем на сайт Аниматрон и залогинимся. С помощью нашего аккаунта Google создадим новую анимацию и нарисуем кошку, которая будет крутить головой. Из примитивов выбираем овал, окрашиваем его в серый цвет, рисуем овал поменьше, тоже окрашиваем в серый цвет. Нажимаем на кнопку Z, увеличиваем, передерживая пробел, левой кнопкой мы же подвигаем картинку и переходим к редактированию верхнего круга. Двойной щелчок приводит к тому, что мы здесь выделяем точку, Ctrl-Z вернемся. Мы должны сделать две точки, которые останутся на своем месте, около первой. Теперь, если мы первую будем вытягивать, то у нас по краям останутся две неподвижные. И мы получили одно ухо кошки. Точно так же делаем здесь три точки. За среднюю потом мы будем вытягивать это ухо. Не будем тщательно прорисовывать усы. Единственное, что мы сделаем их тонкими, выбрав толщину линии 1. Один черный цвет. И нарисуем эти усы таким образом. Раз. Но мы можем сделать такую вещь. Выберем все усы. И переместим их на задний план. Потом добавим сюда голову и сгруппируем их. Точка, которая стоит в центре, позволяет поворачивать эту конструкцию. Мы сделаем так, чтобы у нас точка, вокруг которой будет поворачиваться, точка регистрации, сместилась примерно сюда. И теперь голова будет вращаться вокруг этой точки регистрации. Кошка покачивает головой. После, по прошествии полутора-двух секунд, кошка, наклоним голову направо. Потом наклоним голову налево. Потом мы ее немножко зажмем, как будто наклоняем вниз. И распределем обратно. Нажимаем на кнопку X, уменьшим нашу картинку. Ширину уменьшим так, чтобы кошка у нас оказалась на серединке нашей картинки. И забыли пририсовать хвост. Рисуем вал. Закрашиваем его серым, как вся кошка. Увеличиваем, нажимая на кнопку Z. Придерживаем пробел. Перетаскиваем повыше. Переходим к редактированию точек нашего примитива, нашего овала. Ну, скажем вот так.